существует ли карма на самом деле 26 января 1992 года действительно ли существует карма я знаю что вы можете сказать нет это не так но до тех пор пока вы уверены что вы это тел и ум до тех пор пока вы чувствуете что мир реален вы не сможете обмануть себя не убить и себе если мир возмущает вас если люди беспокоит вас если вещи раздражают вас если вы реагируете на обстоятельства это означает что вы думаете будто вы это тело проходящие через эти переживания и до тех пор пока вы проходите через переживания вы подчиняетесь закону кармы вы переживаете карму который поместил у вас сюда виде тела и только когда вы реализовали истинное я только тогда нет кармы поэтому не говорите всем вокруг что нет кармы это разрешит им делать все что угодно у них появится чувство что за их поступки не будет возмездия не будет никаких последствий до тех пор пока вы уверены что вы есть тело это неверно ибо есть законы вселенной которые реагируют на ваши действия карма означает действие и пока вы считаете что вы актер вам придется испытывать результаты кармы таким образом в этой конкретной жизни вы испытываете результаты кармы не только этой жизни но предыдущих жизни предыдущие жизни также оказывают влияние если вы думаете что вы тело есть только два способа уничтожить карму один это вопрошение кому приходит карма кто переживает эту карму а а второй это полностью отдаться богу полностью сдать свою жизнь богу бог находится внутри вас как вы таким образом вы сдаете все истинному я да будет воля твоя вы начинаете видеть что до тех пор пока вы предаете себя богу вам не нужно беспокоиться вам не нужно бояться все будет в порядке в этой вселенной существует абсолютная любовь абсолютный покой абсолютная радость абсолютная свобода тем не менее кажется что вы переживаете другие вещи многие люди или большинство людей на самом деле несчастливы они счастливы когда получают то что они хотят они счастливы когда случается нечто что хорошо для них но большую часть времени в своем сердце они по-настоящему несчастливы они чувствуют вот то что то где то не так они подхватывают бессознательная вселенной мир они подхватывают все вещи которые происходят в этом мире они неосознанно чувствуют эти вещи поэтому они реагируют соответственно как правило негативным образом жалея себя не понимая что они являются полной и абсолютной свободой все на своем правильном месте всем в порядке со вселенной и с вашей жизнью чтобы не происходило с вами проходите вы через хорошее или плохое предстает в виде кармы которую вы накопили во время прошлых воплощений и которую вы переживаете сегодня если вы хотите вновь освободить себя не реагируйте на это вы не реагируете ни на что в этом мире вы действуете спонтанно вы наблюдаете вещи не реагируя вы наблюдаете вы смотрите и всегда идете внутрь внутри рай и убежище от мая от невежества красиво когда вы можете нырнуть в себя и прикоснуться к пустоте истине реальности тогда реальность которой вы прикасаетесь становится для вас внешним миром ибо то что вы сейчас видите в мире это просто ваша реальность что бы вы не наблюдали что бы вы не видели это ваша реальность ваша личная жизнь поэтому не пытайтесь изменить обстоятельства а лучше узнаете правду истина в следующем все хорошо все разворачивается как должно по мере того как вы живете в этом внешний мир меняется для вас все в этом мире в этой вселенной находится в состоянии потока все проявления вселенной не есть нечто плотное это энергия чистая энергия энергия проявляется в виде людей животных деревьев горы птиц энергия проявляется как вселенная но эта энергия принимает форму в соответствии с вашим мышлением вы тот кто отливает эту энергию в такой форме в какой хотите вы всегда выступаете в роли контролера ум кажется очень сильным ум управляет большинством людей на этой земле ум принимает мысль а мысль в конце концов становится реальностью мысли представляют собой вещи ум подобен земле он выращивает вещи у фермеры есть два вида семен одно это белодона а другой кукуруза белодона это смертельный яд сравните семена с вашими мыслями сравните землю с умом фермер сажает оба семени и разве может земля сказать белодоне я не хочу растить тебя потому что ты это яд она будет рожать белодону в таком же множестве что и зерно если вы не выкопаете белодону то корни прорастут глубже они будут распространяться растения будут становиться сильнее и расти во множестве если вы подобно этому фермеру случайно посадили белодону поняли что вы сделали и хотите выращивать кукурузу то вы можете сразу же взять лопату и выкопать белодону но если вы будете ждать нескольких месяцев или лет то корни распространятся повсюду и вам потребуется бульдозер чтобы выкопать ядовитые растения то же самое с нашими мыслями и нашей жизнью мы позволяем себе иметь определенные мысли о человеке, месте или объекте и эти мысли подобны семенам они посажены в нашем подсознании в конце концов наш мир становится продуктом этого ума таким образом мир, который вы переживаете а каждый из нас переживает мир иначе является созданием ума которому вы позволили сделать то, что он хочет вы не остановили ум вы позволили ему сделать то, что он хочет следовательно ум полностью контролирует вас и находится в вашей жизни в вашем личном мире в мире, который сегодня существует для вас как вам выйти из этого? вы снова спрашиваете себя кому пришел этот ум? кому пришло это переживание? кому пришла эта жизнь? понимаешь, что это переживание это не вы вы это не человек с проблемами вы это не человек страдающий каким-то заболеванием вы это не человек, которому не хватает чего-то или который чем-то ограничен вы это не человек, который страдает вы это не человек, который переживает что-то вы это не человек вы начинаете видеть это Вы начинаете сдавать все ваше существование, все ваши убеждения, всю вашу жизнь, все. Сдаёте все то, чем вы являетесь, все то, чем вы были. Отпустите это. Не позволяйте больше уму управлять вами. В действительности ум не существует, карма не существует, реинкарнация не существует. Ни одна из этих вещей на самом деле не существует. Но я должен напомнить вам снова и снова. Если вы верите в то, что вы это тело, если вы верите в то, что вы это ум, то они действительно существуют. Они кажутся существующим. Пробудитесь от всего сновидений целиком. Не позволяйте больше этому сновидению, майя, управлять вами. Вы выше этого. Чистое осознавание – вот ваша истинная природа. Вот для чего нужен сацанг. Когда вы находитесь здесь, с вами внутренне начинают происходить разные вещи. Вы духовно растёте. Старые привычки отпадают. Пропадает вера в то, что всё находится во внешнем мире. Вы перестаёте верить, что внешний мир может повредить вам или дать вам что-то хорошее или что-то плохое. Вы впервые понимаете, что всё хорошее и плохое исходит от истинного «я». Нет ни хорошего, ни плохого. Существует только истинное «я». Существует только Бог. Существует только абсолютная реальность. Когда вы смотрите на этот мир и не реагируете на него, в ваших переживаниях начинают разворачиваться все эти вещи. Поэтому искренне задайте себе вопрос «Почему я пришёл на сацанг? Что в действительности я делаю здесь?» Некоторые из вас пришли сюда, потому что некуда пойти в воскресенье. Вы уже пересмотрели все фильмы. Вам не хочется идти в боулинг. Так что вы пришли сюда. Некоторые из вас приходят сюда для развлечений. Вы хотите услышать беседу, лекцию. И вы хотите слышать шутки. Парень с попугаем на голове заходит в кабинет к психиатру. Психиатр спрашивает его «Чем я могу помочь вам?» И попугай отвечает «Не могли бы вы отцепить этого чёртова парня от моих лап?» Ученики смеются. «Вот чего вы хотите. Слышать шутки». «У меня есть шутка. Китаец заходит в бар с попугаем на плече. Бармен его спрашивает «Где ты взял его?» И попугай отвечает «В Китае, конечно. Там таких миллионы». Ученики смеются. «И эта шутка почти такая же хорошая, как моя». Смех. «Примерно такая же». «Роберт, вы можете рассказать о женщине, которая хотела взять свою собачку в самолёте, когда она переезжала в Израиль?» «Ой, я забыл, как там дальше. Я хотел быть комедиантом разговорного жанра». «Сядьте, комик. Проложите себе смехом путь к просветлению». Один парень работал на швейной фабрике своего отца. Десять лет он работал на своего папашу. Наконец он пришёл к своему отцу и сказал «Па, я хочу быть партнёром. Я работал на тебе десять лет. Сделай меня бизнес партнёром». Старик встаёт, смотрит на него. «Сделать тебя партнёром? Ты ничтожество. Ты хочешь быть партнёром? Ты хоть знаешь, что и что?» Сын отвечает «Нет, я не знаю, что и что». Тогда отец говорит «Узнай, что и что, и я сделаю тебя партнёром». Сын уходит с фабрики и в депрессии идёт домой. По пути он заходит выпить в бар, где знакомится с молодой ледь. Та спрашивает его «Не хотели бы вы зайти ко мне домой?» Парень соглашается и идёт вместе с ней. Когда они приходят, она говорит «Пусть сиди на диване, пока я накину что-то поудобнее». Через пять минут она приходит, а из одежды на ней только широкий кожаный ремень. И он восклицает «Что это?» А она удивляется «Что это что?» И парень отвечает «Если бы я знал, что и что, то мой отец сделал бы меня партнёром». Тупая шутка. Ученики смеются. Жизнь шутка. Разве жизнь не шутка? Но вы воспринимаете её так серьёзно. Вы верите во всё, что видите. Но вы не относитесь ко всей ерунде этого мира. Вы — это не мир. Вы — это полная свобода, счастье, радость. Что происходит внутри вас? Что вы чувствуете, когда сидите в тишине? Какие мысли приходят вам на ум? Я пытался в пятницу вечером и сидел двадцать девять минут. Чтобы создать подходящую атмосферу, я зажёг свечи, и я просто сидел. И были самые разные мысли, но я не думал о мыслях. Я позволил им приходить и уходить. И я был рад тому, что я не злился на себя за те мысли. И вчера вечером я сидел около двадцати пяти минут, и в основном потому, что из-за этих проклятых мыслей я не добрался сам до себя. Более или менее так. Это, конечно, очень хорошо. Это было приятно, было много мыслей, но они не одолели меня. В этом-то и заключается идея. Если мысли, которые приходят к вам, больше не беспокоят вас, не пугают вас, не раздражают вас, не заставляют вас поверить, будто что-то не так, что вы должны что-то изменить, то это означает, что вы прошли долгий путь. Ваши мысли не имеют никакой силы, кроме той, которую даете им вы. Вы, как сознание, даете мыслям свою силу. Вместо отождествления с сознанием, вы отождествляете себя с мыслями. Таким образом, они становятся более сильными. Они создают эго. Они заставляют вас чувствовать, будто вы человеческое существо, которое должно что-то преодолевать, которое должно что-то делать, которое должно делать так, чтобы что-то происходило. Тем не менее, нет абсолютно ничего, что вы должны были бы делать. Странно, что большинство из нас считает и думает, что мы должны быть активны. Если мы не активны, то мы считаем, будто что-то не так. Конечно, вы не можете не быть активны. Вы будете активны, пока вы находитесь в теле в этом мире. Вы будете делать вещи. Тем не менее, вам придется подойти к тому месту, где вы почувствуете, что вы не деятель, и что вы абсолютно ничего не делаете. Но это выглядит, как если бы вы что-то делали. Если бы только вы могли понять, что наибольшее счастье в этом мире, какого вы только могли бы желать, уже внутри вас. Вы уже то. В этом мире нет ничего, что может принести вам это счастье. На короткое время может показаться, что мир дал вам счастье, но потом он изменится, как меняются вещи. А истинное счастье – это вы. Вы и есть то. Истинное счастье внутри вас. Абсолютное счастье. Абсолютная радость. Абсолютный покой. Абсолютная любовь. Вы и есть то. И это ваша истинная природа. Люди перемещаются по всему миру в поисках счастья, в поисках мира, в поисках любви. Если бы они только знали, что все, что они должны были сделать, это сесть и погрузиться глубоко внутри истинного «я». И внутри себя они найдут все то, что искали. «Сэр, нам говорят, что Царство Божие внутри нас. На самом деле это другой путь к тому же, не так ли? Мы находимся в Царстве Божием? И то, и то правильно. Царство Божие в вас, и вы в Царстве Божием. Это связано в одно. Это все одно и то же. Нет никакой разницы. Разница лишь в том, что вы видите себя. Есть одна сила, один Бог, одна окончательная реальность, одно абсолютное осознавание, одна нирвана, одна сад-читананда. Все это синонимы, все это одно и то же. И вы есть то. Это было вами все время. И вот вы считаете, что должны прочитать это в книге, что должны найти это в учении, что должны узнать это от гуру. Но истина в том, что в реальности вы всегда были всем этим. И это ты. Ты единственный. Получается, что действительно больше нечему учиться. Вообще нечему учиться. Смех. Кто должен учиться? Тот, кто должен учиться, даже не существует. Это яга хочет учиться. Ум хочет учиться. Яга считает, что оно должно обладать знанием. Что оно должно приобрести мудрость. Но вы и есть мудрость. Мудрость – это ваша истинная природа. Когда яга исчезает, тогда вы знаете. Потому что вы – это вселенная. Но тот, кто хочет знать – это яга. Таким образом, есть что-то, что должно появиться в будущем, которого не существует. Яга имеет дело с прошлым и будущим. Реальность только одна. Нет даже присутствия. Это было бы что-то от ума. Присутствие приходит из ума. Ум хочет верить, что существует присутствие. Тем не менее, нет никакого присутствия, потому что оно не существует. То, что кажется существующим данный момент, на самом деле не существует. Потому что единственное, что переживает данный момент, это яга. Ибо если бы существовал настоящий момент, то должен был бы быть еще момент и еще момент. Так что нет никакого момента. Вас учили, что вы должны существовать в эту секунду, в этот момент. Но на самом деле, вы вообще не должны существовать. В действительности, вы вообще не существуете. Тем не менее, вы чувствуете, что вы должны существовать. Потому что, если вы поверите, что вы не существуете, то вы будете ничем. Это верно, это верно. Смех. Да, это так. Но вы боитесь быть ничем. Поэтому вы хотите существовать, как что-то. Вы думаете, что ничто не уничтожит вас полностью. Так, чтобы вы стали вообще ничем. Но ничто не является реальностью. Ничто не является хорошим. Если вы не есть ничто, то вы что-то. А если вы есть что-то, то вы не есть ничто. Если вы что-то, то вы страдаете и проходите через испытания невзгода жизни. Если вы ничто, то нет никого, кто бы проходил через что-то. Будьте собой, будьте ничем. На самом деле, ничто означает, что вы это не вещь. О чем бы вы ни подумали, вы не есть то. Что бы ни пришло вам на ум, вы не есть то. Все должно уйти. Посмотрите, в Адвайто-Виданте нет глубоких учений, потому что там нет ничего. Нет ничего глубокого ни в каком месте. Нет никаких специальных учений, содержащих какие-то ответы. ибо нет вопросов. Учения будут в уме. Тогда ум не существует. Все учения приходят из ума. Это за пределами учения. За пределами учения. Я забыл иметь джентльмена, который сказал мне следующее. Что-то маленькое, потому что любой вид чего-то имеет в себе ограничения. Но ничто не имеет ограничений. Да. Очень шумная замена ленты. Почему не записывают ленту молчания? Они идут в таком виде. Тогда сделайте из этого транскрипт. Кроме Роберта, никто его не купит. Никто не захочет купить ничто. Это он хорошо заметил. Может быть, глубоко внутри человека есть что-то, которое понимает, что ничто существует. И такую ленту действительно купят, чтобы слушать ничто. Мы единственные, кто это делает, хотя с этим проблема. Мы все делаем это подсознательно. Но когда эго вступает в игру, мы думаем, что должны записать сообщения на ленте. Вы имеете в виду купить ленту, на которой записана музыка, стереть всю музыку и слушать ее без музыки? Да. Тогда вы услышите настоящие сообщения. Тогда вы услышите музыку сфер. Смех. Но, Роберт, кажется, что ум фокусируется ни на чем, используя детали. И он фокусируется, чтобы менять направление внимания. Похоже, что до тех пор, пока ум с помощью внимания не сфокусируется, сознание напоминает рассеянное ничто. И тогда оно вовлекается в детали, представляющие собой эмоции, вместо неэмоций, которые были прежде. Тем не менее, нет ума, с которого можно было бы начать. Так как же может ум делать все эти вещи? Не слишком доверяйте уму. Когда вы думаете, тогда ум делает все эти вещи, о которых вы только что упоминали. Это кажется реальностью и держит вас в рабстве. Всякий раз, когда ум говорит вам об этом и о том, немедленно выходите за пределы этого, чем бы это ни казалось. Самого по себе ума не существует. Это просто термин, который указывает на то, чего на самом деле не существует. Есть мысли, которые возникают, происходят и исчезают. И это мы называем умом. Но нет ума как такового. Как такового ума нет. Ум – это мысли. Но мысли – это как некая пульсация энергии. Они настолько тонкие, настолько деликатные, что мы даже не чувствуем, что мы делаем это. И все же, если мы входим в это, мы даем им энергию, подобно тому, как сознание дает им энергию. Но это такая тонкая вибрация. Это так сложно контролировать, потому что это очень интимный и деликатный процесс. Вот почему вы должны вопрошать, для кого есть ум. И вы выясните, что ума никогда не было. И что, мы также узнаем, что у нас никогда не было никаких мыслей? Если нет ума, то нет и мыслей. И то, и другое возникло спонтанно. И ум, и мысли. Там нет никого, кто мог бы думать. Для того, чтобы были мысли, должен быть тот, кто думает. Это именно то место, где возникает вся майя, не так ли? Конечно. Как игрушечная кукла по имени Джек. Которая выскакивает из коробки. И это происходит мгновенно. Иногда, на мгновение, мысли есть и без того, кто думает. Не существует мыслей без того, кто думает. Ибо кто же будет думать? Откуда будут приходить мысли, если нет того, кто думает? Тот, кто думает, и мысли приходят одновременно. Они представляют собой одно и то же. Роберт, когда нет никаких мыслей и нет того, кто думает, тогда кажется, что есть только неизвестное. Что такое неизвестное? Я не знаю. Просто неизвестное и просто непознаваемое. Не только неизвестно, но и непознаваемо. Должен быть кто-то, чтобы знать неизвестное, непознаваемое. Оно есть чувство, есть чувство бытия. Бытия чем? Просто быть. Есть какое-то чувство. Я имею в виду, что вы просто закрываете глаза и просто перестаете думать. Есть еще какое-то качество, как будто вы разгадываете тайну. Кто делает все это? Тот, кто делает все это, должен быть уничтожен. «Прощайте, прощайте, Боб!» Ученики смеются. «Знакомство с вами было приятным». «И это ушло в подполье. Тогда эго начинает становиться недеятелем, вы знаете. Тогда недеяние делает деяние. Вы понимаете, о чем я?» «Эго не может быть недеятелем, потому что нет никакого эго». Тогда мы пытаемся подражать недеянию, и потому мы говорим, «Ок, эго – это причина всех этих неприятностей». Тогда притворяющееся эго говорит, «Теперь я собираюсь делать или не делать. Или я собираюсь делать безмолвие. Я собираюсь практиковать медитацию». Но за всем этим по-прежнему кроется эго. «Это все так скользко, так тонко. Сейчас оно делает неделание, но оно все еще там, делая все. Иллюзия еще полностью поддерживается». «Кто так говорит?» «Может быть, мне нужна трансплантация мозга?» Смех. «Трансплантация мозга». «Один из способов». Ученики смеются. Время от времени мне интересны все эти слова. Есть много разных способов их произносить. Многие люди говорят «рамана», многие «рамана», многие люди говорят «дэвити» или «дэвути», «арджуна» или «арджуна». Однажды я назвал жену Шиву бедностью, а мне сказали, что ее зовут «порвати». Бедность поэрти звучит похоже на имя жены Шивы «порвати». Теперь я могу видеть, что есть не так уж много отличий в способе произношений. Это вообще не имеет никакого значения. Нет совершенно никакой разницы. Спасибо. Это меня вроде как беспокоило, потому что мне казалось, что вы набросились на меня, когда я назвал ее бедностью. «Кто набросился на вас?» «Я» смеется. «Ок, но это здорово». Ученики смеются. Это не имеет никакого значения, как «Вивика Нанда» и «Вивайка Нанда». Все это разные произношения, но слова это в первую очередь не что иное, как символы. Даже имена это символы, не так ли? Только большие ученые ссорятся между собой по поводу того, как произносится слово. «Окей, это хорошо». «Он делает вас великим ученым». Смех. «Ловите ваши чувства, ловите ваши мысли. Наблюдайте, как ваш ум думает и поймите, что думать нет никакой необходимости. Жизнь – все». Роберт ждет, чтобы собаки успокоились. Я понимаю, что даже у Джиньяни есть мысли, но у него нет склонности следовать им, ибо он знает, что они представляют нечто отличное от его реальной природы. Он не вязнет в них и не обращает на них никакого внимания. Это более или менее кому-то другому, тому, кто наблюдает со стороны, кажется, что у Джиньяни есть мысли. Но нет места, куда мысли могли бы прийти. «О, я понимаю, нет ума. Есть нечто, что, как я понимаю, называется рабочим умом, в котором содержатся определенные полезные знания, например, где вы живете. Рабочий ум должен это знать. Это будет мыслью». Это происходит спонтанно. Нет зазывалы, нет никаких дел с ним, не происходит попадания в него, это просто спонтанно. Нет никаких мыслей, которые нужно удалять. Нет никаких мыслей, которые задерживаются. Нет никаких мыслей, которые бы что-то означали. Нет мыслей. «Даже знание того, где вы живете, не будет считаться мыслью». Это не мысль, это просто выражение. Это просто есть. Вы просто это делаете. Нет мыслей об этом. Это происходит автоматически. Мы чувствуем, и мы считаем, что для того, чтобы существовать, для того, чтобы выжить, необходимы мысли. Но это не совсем так. У собаки нет никаких мыслей. Однако она существует в таком виде, как она есть. Это только мы, человеческие существа, считаем, что у нас должны быть мысли, что мы не можем функционировать, не думая. Кажется, будто вы думаете, а на самом деле нет. Почему вы думаете, будто кажется, что я думаю? Потому что вы говорите, а это словесное выражение мысли. А вы слушаете. Так вы говорите? Таким образом, кажется, что я говорю. Но нет никого, кто бы говорил и кто бы слушал. Вот, пожалуйста, теперь вы поняли это. Спасибо. Весьма обязан. Смех. Подумайте обо всех тех хороших вещах, которые есть в эго. Все, кроме одной. Разве эго – это не основная зависимость? Я имею в виду, что она сильнее алкоголизма и наркомании. И разве эта зависимость не свойственна всей человеческой расе? Именно эго делает все эти вещи. Эго кажется виновником. Значит, мы все участвуем в этом. Мы наркоманы. Говорите за себя. Я. Смех. Итак, давайте играть в игру «Поставьте гуру в тупик». Есть ли вопросы? Нет, Роберт, я посмотрела в корзинку, и там нет ни одного вопроса. Есть сообщение от Фрейда. Кто-то сгруппировал мысли по категориям. Бета, альфа, тета и еще одна. Через бета обозначены самые быстрые мысли, имеющие самое большое количество цикла в секунду. Через тета самые медленные. Можно ли сказать, что тета ближе к немысли, чем бета? Некоторые люди научились функционировать в режиме альфа. Некоторые, возможно, достигли тета. Весь вопрос в следующем. Если пройти дальше, чем тета, то возможно ли достичь состояния немысли? Тета, бета, шмета. Все ученики смеются. Что все это значит? Это занятый ум. Смех. Нам не интересен психологический жаркон. Все эти вещи являются частью ума. Ум приходит вместе с тета, шмета и бета. Смех. Именно ум дает имена этим вещам. Прежде всего, нет мысли. Таким образом, в действительности вы не должны достичь состояния безмыслия. Вы уже находитесь в состоянии безмыслия. Выясните, кто говорит без. Выясните внутри себя, зачем вам вообще нужны эти теты, шмета и бета. Зачем вам нужны все эти вещи? Кто нуждается в них? Кто должен пройти через все это? Разве вы не видите, что весь этот психологический жаргон не дает нам понять истину и держит нас в рабстве? Он увеличивает эго. Вот что он делает. Когда мы пришли к тета, шмета, бета, это только заставляет нас думать, что мы должны оставить это. когда в реальности нет ничего, от чего нужно отказываться, и эти слова не существуют. Роберт, применимо ли это также к тому случаю, когда вы случайно заговорили о четвертом состоянии сознания, остальные это сон снаедине и бодрствовании? Получается, что на самом деле нет никаких состояний сознания. Правильно. Таким образом, вы говорите на относительном уровне. Правильно. Чем же тогда будет чистое сознание? Это будет не состояние, но это будет... Чистое сознание это слова. Это слова, чтобы заставить нас понять, что есть нечто за пределами. О, Роберт, почему мы используем слова, чтобы знать, что непознаваемое есть то, чтобы попытаться понять непознаваемое. И все же на самом деле нет непознаваемого. Это подобно тому, как глаз пытается увидеть себя. Да, невозможно. Это бесполезное занятие. Вот почему в Писании говорится, что мы должны уподобиться ребенку. Маленький ребенок не имеет отношения к Тето-Шмет-Абет, к непознаваемому или познаваемому, к тому и к этому. Мы пытаемся избавиться от мысли, а маленький ребенок просто есть. И мы отправляем ребенка в школу, мы заполняем его маленькую голову всякими идеями и программами, и он вырастает таким, как мы. Забудьте все эти термины, будьте свободны, будьте собой. Роберт, что это за учение Кашмирского Шивы? Они называют эго-я сжатием я, сжатием в области осознавания. Так что же вы хотите, чтобы я сделал? Почему они используют слово сжатие? Потому что ваше тело сжимается, когда холодно, оно сжимается, когда жарко, расширяется. Ученики смеются. Есть ли в уме сжатие чистого осознавания? Не поэтому ли они используют слово сжатие? Ваш ум – это сжатие чистого осознавания, когда у вас есть ум, чтобы сжиматься. Но если ума нет, то что будет сжиматься? Что вы хотите сжать? Сжатие между вами умом. Этому вы не будете сопротивляться. Вы сдадите себя не уму и станете свободны. Сейчас доступны огромные книги со всеми видами учений. Для кого эти учения? Люди хотят наполнить себя жизнью. Жизнь это вселенная со всеми ее проявлениями. Майя. Вам нужно очистить себя. Вам больше не нужно ни учений, ни книжного знания. Вам нужно полностью освободиться от этих вещей. Единственный способ, с помощью которого вы когда-то пробудетесь, это когда вы полностью опустошите себя от уроков, от всех учений, от всего. Тогда есть свобода. Но до сих пор, пока у вас есть хоть на йоту знание, оно будет удерживать вас. Человеческое знание – это похоронный звон для духовности. Нужно выйти за пределы всего знания. Может может быть что-то под названием знание, прежде чем оно становится знанием чего-либо? Это и есть осознавание, прежде чем оно становится осознаванием чего-то, что есть в вашем сознании, перед тем, как оно становится сознанием, перед тем, как оно становится внимательностью. И все эти слова – это просто слова. И вы сказали больше слов, чем надо. Вы добавили больше слов в замешательство. Я возьму их обратно. Спасибо, приятель, от тебя всегда есть польза. А, Роберт, существуют ли некоторые выражения, термины, которые служат для того, чтобы погрузить ум в состояние неопределенности? Например, само «кто я?» или «быть нерожденным?» или «я есть Брахма?» или «вы знаете эти выражения, которые, как правило…» Эти слова имеют тенденцию к тому, чтобы делать так, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Они имеют тенденцию немного приподнимать нас. Замедлять сами мысли? Замедлять мысли. Но для полного пробуждения слова должны уйти. На самом деле слов нет. Например, самоисследование подводит вас к месту, где вы спрашиваете «кто я?». Но не «кто я?» пробуждает вас. Это молчание, возникающее после того, как вы говорите «кто я?» и остаетесь в покое. Затем приходит время, когда безмолвие пробуждает вас, и вы становитесь свободны. Я использую выражение «возникновение в истинном я». А кто знает, что такое возникновение в истинном я? Однако, если мы помещаем туда свое внимание, то мало-помалу наши мысли приобретают тенденцию к замедлению. Мы будем знать, о чем мы говорим, о чем мы хотим думать. И процесс мышления замедляется. И все, что происходит, чтобы знать, что это означает. Интеллект «я» стремится помочь в этом процессе. Эти вещи помогают успокоить ум. Они делают ум однонаправленным. Так что вы можете сидеть и быть в покое. Но на самом деле, все учения во Вселенной нужны вам просто для того, чтобы быть спокойным. Быть в тишине. Тогда все разворачивается само собой. Все учения, упражнения, спутанность ума – все это для того, чтобы сделать нас спокойными. Так что есть определенные выражения, которые представляют ценность в этом смысле? Есть некоторые выражения, которые делают вас спокойными, лучше, чем другие выражения. Например, слова в самоисследовании. «Прибывайте в покое и знайте, что я есть Бог». Ловите себя на мыслях, когда вы сидите в тишине. Ловите себя, когда вы думаете. И обратите внимание на то, о чем вы думаете. Действительно ли так важны эти вещи? Вы верите, что вы будете не в состоянии функционировать, если полностью перестанете думать? Вы уверены, что вы должны думать? Вы сказали, мы не живем, но нас живут, или мы не управляем этим шоу. Кто управляет этим шоу? Как бы мы хотели назвать его Богом или истинным «я»? Так вы отделяете себя от этого? Разве нет? Звучит, как будто это две разные вещи. Разве в реальности существуют две разные вещи? А если на самом деле шоу, что вы называете этим словом? Иллюзию. Майя. Название Майя. Мы собираемся вместе, как сейчас. И мы понимаем, что этот мир, эта Вселенная, абсолютно ничего не могут дать или показать нам. Мы сами есть то. Вся Вселенная – это эманация нашего ума. То, что кажется умом, создает Вселенную. Все в этой Вселенной – это проекции вашего ума. Все. Поэтому здесь не может быть у вас и чего-то еще. Ибо нет места для реального вас и еще чего-нибудь. То, чем вы на самом деле являетесь, всепроникающее, вездесущее. Роберт, есть Вселенский ум? Неужели мы все… Вселенский ум существует в той степени, в которой вы считаете, что есть Вселенский ум? О, тогда мне интересно знать, сформирован ли каждый этот мир из своего ума или его формирует один ум? Существует один ум. Действует, как входы и выходы одного и того же ума. Этот ум, о котором вы говорите, на который вы ссылаетесь, может быть назван Богом, абсолютной реальностью. Но все равно он должен выйти из нас. Иначе откуда бы он взялся? Мы тот, кто знает Вселенский ум. Если мы тот, кто знает, то мы Создатели. Иногда вы говорили о коллективном сознании. Например, когда я спросил, можем ли мы о чем-то договориться, если мы все создаем отдельные иллюзии. Разве существует на высшем уровне коллективное сознание и Вселенский ум, о котором вы говорили? Правильно. Правильно. На самом высоком уровне нет ничего, кроме истинного Я. Сомнительно даже то, что мы называем истинным Я. Мы даем Ему такое имя – истинный Я. Это имя, которое мы даем. Это человеческая речь. Мы называем это истинным Я для того, чтобы говорить друг с другом. Но в истине, в окончательной реальности, нет ничего, что могло бы быть истинным Я. Там нет ничего, что может быть вселенским умом. Другими словами, вы хотите сказать, что нет ничего, чему может быть дано имя? Да, правильно. Если мы можем назвать что-то, то оно не существует. Дайте Ему название и заявляйте на него права. Смеется. Так что просто будьте счастливы, забудьте обо всем, перестаньте думать, наслаждайтесь. У нас есть просад. Вам нравится есть першад или просад? Ученики смеются. Продолжение следует... Продолжение следует...